Свой первый престольный праздник отметил Петербургский храм святителя Василия Великого в Осиновой Рощи. Его настоятель, священник Анатолий Першин, известен зрителям нашего канала как автор-исполнитель и ведущий музыкальной программы «Ларвские встречи». Наша съемочная группа побывала на праздничной божественной литургии и поздравила отца Анатолия. Еще год назад вряд ли кто-то из жителей района Осиновая Роща предполагал, что однажды на месте трансформаторной будки вырастет храм. И люди пойдут вокруг его стен крестным ходом. А теперь здесь возглавил божественную литургию благочины Выборгского округа Санкт-Петербургской епархии протеерей Александр Будников. Это его первая служба в строящемся храме, после которой он поздравил настоятеля и прихожан с праздником. Отец Анатолий приложил много сил или усилий, много преодолел трудностей, хотя их и сейчас у него немало и будет впереди немало, но самое главное, он сумел организовать общину, приход и зажечь благодатную лампаду. То есть это не вещественно, я имею в виду лампаду, а лампаду, то место, где совершается божественная литургия и все таинства священно-действия церковной, то есть дом Божий. Ведущий программы беседы с батюшкой, диакон Михаил Кудрявцев, тоже поздравил отца Анатолия от имени телеканала. Ваш храм один, наверное, из немногих в русской православной церкви, о восстановлении которого молятся миллионы наших православных телезрителей. Мы желаем скорейшего восстановления вашего храма, разрешения всех коллизий. Сложностей у священников, строящих новые и восстанавливающих старые храмы, возникает немало. Не миновали они и приход отца Анатолия, но и за них батюшка благодарен Богу. Я очень удивлен вообще тому, что все происходит. Для меня это чудо Божие. Я вот такого прихода никогда нигде не видел. Господь посылает мне таких людей, живых, верующих. Мне с ними очень интересно. Они всегда откликаются на любую просьбу. Просто это чудо Божие. Минувшей осенью при храме появилась воскресная школа – детский хор. Разучивает с ребятами праздничные песнопения Надежда Арзамасцева. Детям очень нравится. Они говорят, мы готовы каждый день. Сегодня они пошли в школу ради того, чтобы поздравить благочинного, показать, как они поют. Храм, посвященный святителю Василию Великому, уже был построен в Осиновой роще в 19 веке владелицей усадьбы Авдотьей Левашовой. Но в советское время был уничтожен. Археологические работы позволили установить его точное местонахождение. Там теперь стоит крест. Однако достоверные документы, позволившие бы воссоздать храм, найти не удается. Вот уже два года Екатерина Малышева безрезультатно пытается достать хоть какие-то изображения деревянной церкви. Прихожане тоже обращаются к телезрителям. Может быть, кто-то видел или в альбомах есть изображение этой церкви. Было бы очень интересно. Приход надеется, что с Божьей помощью рядом с новой церковью святого Василия Великого появится большой храм архистратига Михаила и духовно-просветительский центр.